Педагог из Сенгиле Ирина Гуляева вместе с семьёй совсем скоро переедет в новую квартиру. Новенький трёхэтажный дом по улице Шевченко уже сдан. В квартирах сделан ремонт. Светлые обои, сантехника, счётчики. Новосёлы уже собирают вещи и выбирают комнаты. Самая большая и светлая комната будет внучке, моей внучке Дианы. Она её выбрала, потому что она светлая такая, просторная. И там у неё уместится и диван, и шкаф, и компьютер. Всего вместе с семьёй Гуляевых в новый дом переедут 43 человека. Все они до этого много лет жили в старых и аварийных жилищах. Ирина Юрьевна, например, жила в двухэтажке по улице Первомайской. Причём дому всего 30 лет. Не так много по меркам градостроительства. Однако нормально существовать мешала худая крыша. Из-за постоянных протечек обои в некоторых местах даже не держатся. Проблемы эти давным-давно с крышей. И крыша течёт, как только начинает таять снег или ливни летом и весной. И это очень сказывается на нашем жилье, потому что у нас обои отстают, потолки сыреют, в комнате сырость. Это очень большие неудобства. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья работает не первый год. С 2019 года в регионе расселили почти полторы тысячи человек. Это больше 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В Минстрое программу планируют выполнить досрочно. Расселить оставшихся ульяновцев до конца 2023 года. Речь идёт о жилищном фонде, признанном аварийным до января 2017-го. А уже после этого смогут приступить к расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после января 2017-го. И получить для этого финансирование из федерального бюджета. Анна Тищенко, Уллправда ТВ